Но мы должны молиться, учитывая это время скорби, что если нам придется пройти через эту великую скорбь, мы останемся верными. Перед нами могут стоять разные обстоятельства, и мы должны молиться о том, чтобы мы были верными, проходя эти обстоятельства или испытания. Нам сказано смотреть и молиться. Мы имеем определенные знамения или указания на то, когда примерно это может произойти. Я говорю о великой скорби, не о восхищении Церкви. И мы должны молиться об этом времени. Мы должны молиться также о Втором пришествии. Это очень важная, наверное, самая важная молитва. Потому что мы должны делать все возможное, чтобы Ишуа вернулся. И один из аспектов возвращения Ишуа — это то, что Израиль осознает, что Ишуа есть Мессия. Поэтому мы должны молиться о всех тех, кто трудится ради этого по всему миру. О тех, кто пытается достичь еврейский народ. Мы также должны молиться о мессианских общинах в Израиле. Чтобы они имели мудрость делать то, что должны делать. Мы должны молиться о Царстве. Есть три вещи, о которых нам стоит молиться касательно Царства Божьего. В этом Царстве Ишуа Мессия будет объектом молитвы постоянно. Он будет визуально присутствовать на земле, физически. И поэтому молитва будет происходить в его присутствии. Во-вторых, тысячелетний храм — это будет место молитвы для всех народов. В то время как в Завете Моисея храм был местом для молитвы иудеев. И в-третьих, язычники в тысячелетнем Царстве будут приходить в Иерусалим, чтобы поклоняться Господу, чтобы обрести Его благоволение. Это то, что я хотел сказать, и, как я сказал, не буду углубляться касательно молитвы о последних временах, потому что это не наша задача на это время. Теперь я хочу перейти к еще одному важному аспекту молитвы. Особенно если вы будете участвовать в лидерстве, возможно, это самая такая серьезная вещь, с которой вы будете сталкиваться. Это заступническая молитва или ходатайственная молитва. Два текста, которые вам нужно записать и запомнить — это 1 Тимофея, 1 Тимофея, 1 Тимофея, 1 Тимофея, 2, 1-4, и 1 Самуэл, 12, 23. И 1 Царств, 12, 23. 1 Самуэл. 1 Самуэл, 12, 23. О чем мы будем говорить сегодня и до молитвы, и после молитвы? Особенно забавно говорить об этом, когда у нас тема молитвы. Мы будем говорить о ходатайственной молитве. Потому что если вы лидер или будете лидером, то это, наверное, самая такая серьезная вещь, потому что люди будут приходить к вам и просить о ходатайственной молитве, заступнической молитве. Дитрих Боннифер, он был довольно известен, Он сказал, что заступническая ходатайственная молитва. Это очищающий путь, в который человек и его община должны входить каждый день. Святой Августин сказал, что молитва — это ходатайство перед Богом, за благополучие всех людей. То есть это то, чем мы должны заниматься. Вопрос возникает, что на самом деле это означает. Как это практиковать. И какой самый эффективный способ молитвы за других. Я думаю, что в конце вечера у вас будут ответы. Первое Тимофея 2, с первого по четвертый стих. Мы уже читали этот отрывок. Первое Тимофея 2, с первого по четвертого стиха. Так, прежде всего, я советую возносить просьбы, молитвы, ходатайства и благодарения за всех людей, в том числе за царей и всех тех, кто наделен властью, чтобы мы могли жить в мире и спокойствии, во всем поступая праведно и справедливо. Это хорошо в глазах Бога нашего, Избавителя, и угодно Ему. Он желает, чтобы все человечество спаслось и познало истину. Павел обращается к Тимофею здесь. И говорит Ему о том, что Ему кажется важным для общины и для верующих. И это мы немножко пойдем дальше, чем то, о чем мы говорили раньше. Третий стих говорит о том, что это угодно и хорошо в глазах Бога. Павел говорит, что это важно для Бога. Это то, что Он ценит. В четвертом стихе говорится, Он желает, чтобы все человечество спаслось и познало истину. Если мы на самом деле любим людей, мы будем желать для них большего, чем в нашей власти дать им. И это осознание приведет нас к молитве. То есть заступническая молитва — это способ любить других людей. Ходатайство — это желание лучшего для кого-то другого. Это не для вас в первую очередь, а для других. Когда мы переходим от своих личных просьб к ходатайству, мы смещаем фокус с наших нужд на нужды других людей. Ходатайство — это молитва от имени другого человека. Для спасения его, защиты, духовного просвещения, освобождения от рабства, или о его физической или материальной нужде. И этот список можно продолжать. И если вы думаете об этом списке, тогда, если вы посмотрите на список, вы поймете, что... Почему я вначале сказал, что если вы хотите быть лидерами, хотя даже если вы не являетесь лидером или частью лидерства, вы все равно часть тела Мессии. Павел сказал, что тело не может существовать только как бы по частям. Рука не может сказать ноге, ты мне не нужна. И слух не может сказать зрению, ты мне не нужна. Мы нуждаемся друг в друге. И это должно быть достаточно мотивации для нас, для того, чтобы молиться за других. Ходатайство — это неэгоистичная, направленная не на себя молитва о другой личности. Ходатайство можно изобразить как просьбу, ребенка перед своим отцом за другого. Это также можно сравнить, как один человек идет к тому, кто имеет власть и просит от имени другой личности. Как Эстер пошла к Ахашвирошу. Вот об этом речь. То есть во время ходатайство иной молитвы ходатай выступает посредником между Богом и тем, за кого он заступается. Он забывает о себе и о своих нуждах, отождествляя себя с нуждой того человека, о котором он просит. Это то, что вам нужно понять. Если вы хотите быть эффективными в заступнической молитве, в ходатайстве, это значит, что вам нужно отождествить себя с тем, о ком вы ходатайствуете. То есть вам нужно иметь глубокое понимание нужды этого человека и его ситуации. Это естественно должно быть для христианских взаимоотношений. В одной из книг Дитер Боннифер написал следующее. Послушайте внимательно. Во взаимоотношениях верующих людей живут и существуют на основании ходатайства членов этой общины друг за друга. Или она просто разрушается. Другими словами, где нет ходатайства, община верующих не может существовать долго. Какое-то время она может существовать, но в итоге она просто умрет. Это ставит ходатайство в очень важное положение во всей общине верующих людей. Это может показаться радикальным утверждением. Если мы будем говорить о том, ходатайствуете ли вы друг за другом или нет. Но если вы хотите иметь общение, если вы хотите иметь общину, которая будет близка, которая будет иметь тесные отношения внутри себя, тогда ключевым моментом здесь является ходатайство. Потому что там, где люди любят друг друга, они будут молиться друг за друга. Если они не молятся друг за друга, тогда можно задать вопрос, любят ли они друг друга. И дальше он развил свое утверждение, этот автор. И сказал следующее. Я больше не могу осуждать или обвинять брата, за которого я молюсь. Не важно, сколько неприятностей он мне приносит. Его лицо может быть мне неприятно. Некоторые верующие, я слышал, говорили, я не хочу больше видеть этого человека. И они потеряли свою любовь к этому человеку. Вот что означает это утверждение. Но благодаря ходатайственной молитве это может измениться. Когда мы молимся за кого-то, с состраданием и любовью. Этот брат или сестра, мы понимаем, что они являются теми, за кого Ишуа умер на кресте. Так же, как и умер за меня. А значит, они прощены. Тем более, должен я их прощать. Если я не прощаю, не могу молиться. Когда мы обнаруживаем это, это помогает нам, когда мы молимся за других. Мы больше не испытываем неприязнь к ним. Нет никаких взаимных напряжений. Нет никакого отчуждения. Потому что все это мы можем преодолеть благодаря ходатайственной молитве. Борьба, которую мы проходим, внутренняя борьба, которую мы преодолеваем по отношению к нашему брату, благодаря ходатайственной молитве может быть преодолена, потому что мы имеем обещание достичь своей цели. Ходатайство означает, что мы даем нашему брату, за которого мы молимся, те же права, которые получили мы. А именно, стоять перед Мессией и обрести или получать Его милость. Ходатайственная молитва она, естественно, касательно физического состояния, эмоционального и духовного. Давайте еще раз. Ходатайственная молитва она, естественно, или она направлена на физическое, эмоциональное и духовное здоровье. Если мы не молимся, мы не сможем быть целостными физически, духовно, эмоционально. Сострадание лежит в основе ходатайства. Галатам 6, 2, Павел написал следующее. Носите бремена друг друга. Таким образом вы сможете исполнить истинный смысл Торы, раскрываемый Мессией. Возможно, вот это словосочетание «Носите бремена друг друга» не очень хороший перевод. Еще один вариант перевода может быть таким. «Ходатайствуйте друг за друга, за своих братьев, поддерживайте их молитвы». «Обеспечьте их молитвенной поддержкой». «Есть разные способы, как мы можем нанести бремена друг к другу». «Сочувствием». «Эмпати». «Когда мы слушаем их». «Когда мы консультируем их». «Но ходаатайственная молитва, она является центром всех вот этих вот направлений ношения бремени чужого человека. Если мы хотим помочь тому, кому больно, кто испытывает какую-то боль, мы должны начать «Ходатайствовать о нем». «Кто-то может прийти к вам и попросить, помолиться о какой-то проблеме, о вопросе. кто-то может поговорить с вами об этом вопросе. Но если вы не молитесь о них, вы не сможете дать правильный совет, дельный совет. Потому что вы должны позволить Духу Святому направить вас в этом. «Все это просто, но это основа». «Если мы не будем молиться и ходатайствовать, тогда другие молитвы не будут иметь эффекта». Что я имел в виду, когда говорил, что это важно для или основа для духовного роста. Люди вокруг нас, они отчаянно нуждаются в помощи. «Браки распадаются, семьи распадаются, финансовые проблемы, финансовая разруха. Мы все это видим вокруг нас. Разочарование, депрессия, отчаяние это распространенные чувства и переживания людей, которые живут вокруг нас. В большинстве случаев это люди отчаянные. А отчаянные люди ищут. Предлагаем ли мы этим людям то, что они ищут? Или мы остаемся холодными? Касается ли это, затрагивает ли это наши сердца, чтобы мы молились о них? Мы можем изменять обстоятельства вокруг нас, особенно если мы знаем, как молиться за людей. Мы должны быть царством священников. Первое Петра 2, 5 и 9 стих. Сами вы словно живые камни, созидаемые в Духовный дом, чтобы быть Коганим, отделенными для Бога и приносящими духовные жертвы, угодные ему благодаря Мессии Иешуа. Девятый стих. Но вы избранный народ, Коганим царя, святой народ, народ принадлежащий Богу. Для какой цели? Чтобы возвещать хвалу о призвавшем вас из тьмы в свой чудесный свет. У нас есть честь и привилегия приходить к Всевышнему от имени других людей. Это святой наш долг. Это прекрасная привилегия каждого, кто становится частью семьи. Частью семьи Отца. Я не могу это выделить достаточно, чтобы вы поняли ту великую ответственность и обязательство, которое у вас есть, и привилегию, чтобы молиться за других и видеть Божий ответ. Чтобы входить к престолу Божьему. Я говорил это уже раньше и буду продолжать, потому что я уверен, что люди не понимают до конца. Они не хотят осознать, что это обозначает. Потому что благодаря тому, что Ишуа сделал на кресте, мы можем приходить к престолу Божьей благодати. Вы можете стоять в Его присутствии. Наверное, кто-то должен был сказать Аллилуйя. Потому что, если мы понимаем это, мы можем понять, что мы имеем возможность здесь. Потому что, если мы можем, если мы имеем такую возможность, мы понимаем, что мы, если мы имеем доступ, тогда мы понимаем, какие возможности мы имеем. Мы не молимся о какой-то картинке или какой-то картинке или статую. Мы приходим в присутствие Отца Небесного. Вы хотите быть в присутствии Отца? Аминь. Тогда приходите и молитесь друг за друга. Когда вы будете делать это, когда вы будете молиться друг за друга, вы будете входить. Кто-то сказал однажды, не унижайте людей, если он на вашей лестнице. Тяжело это назвать, я знаю. Да. Вы можете помочь мне с этим? Когда вы говорите в английском, когда вы говорите плохие вещи о человеке, вы их на вашей лестнице. Да. один человек сказал не унижайте людей а лучше включайте их в свой молитвенный список сделайте это и я верю что вы получите великие благословения от Бога теперь мы посмотрим на некоторые примеры в Писании это поможет нам понять как все это устроено и чего мы можем достичь есть для нас определенные образы прежде всего обратимся к Танаху Писание говорит об интересных аспектах ходатайственной молитвы и все примеры из Танаха показывают нам эти аспекты из заступнической ходатайственной молитвы первое мы возьмем Авраама когда он ходатайствовал о Содоме и Гоморре нет никаких сомнений что Авраам знал что происходит в Содоме и Гоморре потому что Лот жил там он знал что там происходит но давайте посмотрим как Авраам использовал свое познание характера Божьего для того чтобы иметь смелость молиться бытие 18 глава с 23 по 33 стих и подошел Авраам и сказал неужели ты погубишь праведного с нечестивым может быть есть 50 праведников в этом городе неужели ты погубишь и не простишь место этого ради 50 праведников в нем неблагопристойно тебе делать подобное чтобы погубить праведного с нечестивым и чтобы праведный был как нечестивый неблагопристойно тебе это неужели судья всей земли не учинит правосудие и сказал Господь если я найду в Сдоме 50 праведников внутри города то я прощу всему месту ради них И отвечал Авраам, и сказал, «Вот я решился говорить владыке, хотя я прах и пепел. Может быть, до пятидесяти праведников не дотянет пяти, разве ты истребишь из-за пяти весь город?» И сказал он, «Не истреблю, если найду там сорок пять». И продолжал он говорить с ним, и сказал, «Может быть, найдется там сорок». И сказал он, «Не сделаю ради сорока». И сказал он, «Да не прогневается владыка, и я договорю, может быть, найдется там тридцать». И он сказал, «Не сделаю, если найду там тридцать». И сказал он, «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там двадцать». И он сказал, «Не истреблю ради двадцати». И сказал он, «Да не прогневается владыка, и заговорю лишь этот раз. Может быть, найдется там десять». И он сказал, «Не истреблю ради десяти». И пошел Господь, когда окончил говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Мы видим, как Авраам обращается к Отцу, чтобы ходатайствовать об этом городе. Опять же, мы точно знаем, что Авраам понимал, какое это было место. Но Он понимал также, что должны в этом месте быть праведники. То есть, Он не просил о грешниках, Он просил о праведниках. Да, конечно, условия были, если Бог сказал, да, конечно, условие было такое, что если бы Господь нашел 50, или сколько они там договорились праведников, то все место было бы спасено. Но принцип заключается в том, что Авраам, зная Божий характер, сказал, что это не соответствует твоему характеру, Господи. И Он использует это как основу для молитвы Богу. Но также мы видим, как Авраам, он не сдается даже после первой попытки. Ну, а вдруг там пять не будет хватать? Что же будет? И Он продолжает. Может, будет столько, а может, все-таки столько найдется. Он продолжает просить Бога. Это показывает сердце и основу ходатайства. Это показывает Его понимание того, кто Бог есть. Что Он был сострадателем. Это то сердце, которое нам нужно иметь. когда мы возносим ходатайство за других. Это образ и пример сердца настоящего лидера. Если у вас нет такого сердца, я рекомендую вам, чтобы вы пока не становились лидером. Потому что вы начнете разочаровываться и злиться. И не сможете сделать то, что Бог хочет, чтобы вы сделали. Моше заступался за народ Израиля. Как он это делал? Он, прежде всего, напомнил Господу об отношениях, которые Бог имел с народом. Во-вторых, о своем участии в этом народе. И, в-третьих, об обещаниях, которые Бог сделал. Моисей имел очень большое сострадание и любовь к своему народу, что был готов заплатить любую цену. Исход 32, с 7 по 14 стих. И сказал Господь Моше, «Ступай, сойди, ибо развратился народ Твой, который Ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им. Сделались они себе тельца литого и поклонились Ему. И принесли Ему жертву и сказали, «Вот Божество Твое, Исраэль». «Которая вывела Тебя из земли египетской». И сказал Господь Моше, «Вижу я народ сей, и вот народ жестоковый он. А теперь оставь меня, и возгорится гнев мой на них, и я истреблю их, и сделаю Тебя народом великим». И Моше стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Зачем, Господи, возгораться гневу Твоему на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской, силой великой и рукой крепкой? Зачем же египтянам говорить, со злостью вывел он их, чтобы убить их в горах, и чтобы истребить их с лица земли? Оставь пыл гнева Твоего, и откажись от погубления народа Твоего. «Вспомни Авраама Ицхака Исраэля, рабов Твоих, которым клялся Ты собой, и говорил им, умножу потомство Ваше, как звезды небесные, и всю землю эту, о которой я сказал, дам я потомству Вашему, и будут владеть вечно». И отказался Господь от зла, о котором сказал, что сделает Он народу Своему. Вы видите, как Моше напоминает Господу о разных вещах? Вначале Господь говорит, что это народ, который Ты вывел из земли египетской. Но Моше напоминает Господу, что, Боже, это же не я их вывел, а Ты на самом деле их вывел. То есть мы видим, как мы можем пользоваться Писанием в ходатайственной молитве и знанием Писания. We read the end of this in verses 31 and 32. Should I read it? Yeah. И возвратился Моше к Господу и сказал, О, совершил народ сей грех великий. Они сделали себе Божество золотое. И вот не простишь ли ты грех их? Если же нет, то сотри и меня из книги Твоей, которую Ты писал. Моше здесь был готов отождествить себя с народом. Фактически он был готов умереть вместо них или вместе с ними. И он даже пошел он пошел дальше. Он сказал, что если ты будешь стирать их книги из книги жизни, сотри и меня. Мы читаем о еще одном человеке, который был готов платить цены. Апостол Павел. Римлянам 9, с 1 по 4 стих. Римлянам 9, Говорю истину, как человек, принадлежащий Мессии. Я не лгу. Кроме того, свидетельствует моя совесть, руководимая Руаха Кодыш. Моя печаль, столь глубока и боль, не покидающая мое сердце, такова, что желал бы попасть под Божье проклятие и быть отделенным от Мессии, если бы это помогло моим братьям, моей собственной крови и плоти, народу Израиля. Они были усыновлены Богом. Шахина была с ними, им принадлежат договоры, ровно как и дарование Торы, храмовое служение и обещание. Мы видим здесь сердце Павла. Это сердце ходатай истинного, который готов пойти до конца. И он ходатайствует о других людях. Здесь мы прерываемся, идем на молитву. Продолжим после. Продолжим после.